Привет всем Выжжим! Ну что ж, пока мы ждем легендарные навыки, а выполнение сезона уже, если честно, слегка поднадоело, я решил переехать и сделать новый дом. Правда, в этот раз у меня получился, пожалуй, самый страшный дом из всех, которые я когда-либо делал. Ну да ладно. Сам дом находится рядом с шахтой Карлтона. Место довольно интересное, с красивыми пейзажами, но и не так далеко находится от кратера, что довольно дешево позволяет нам делать быстрое перемещение и быстро выполнять ежедневные задания. Как видите, у меня есть жилой дом и что-то вроде электростанция, но стоило, конечно, сделать и третье здание под амбар, но я об этом не подумал. Но, если честно, и так вроде бы выглядит все вполне себе неплохо. Как видите, лопасти ветряка у меня выглядывают наружу, и это, пожалуй, самое тяжелое из всего, что тут есть. Расположить его примерно в ширину в одну клетку было очень тяжело, но у меня получилось. Уверен, получится и у вас при желании. Основной секрет, что мы уже поставили стену, ну, половину стены, а дальше уже двигаем ветряк на нужную длину. Нам нужно, чтобы определенная часть ветряка выглядывала наружу. И если мы сделаем все правильно, то вся стена у нас встанет прямо перед ветряком, что позволит нам его как-то закрыть. Ну и, конечно, если говорить о жилом здании, то декорировал я его сам, поэтому получилось, если честно, как-то натяп-ляп. Все-таки, когда мне помогала моя девушка, вышло куда лучше, как мне кажется. Ну, а как кажется вам, пишите в комментариях. Но, в любом случае, я доволен результатом. Получилась такая немного холостяцкая берлога. Как вы могли заметить, использую я только то, что выдавалось нам бесплатно, так или иначе. Поэтому получается немножко скудно. Если бы у меня был набор современного жилья или что-то еще, возможно, получалось бы как-то интересней. Но это не точно. Что ж, давайте я проведу вам небольшую экскурсию по своим владениям. Когда игрок появляется у меня, он появляется чаще всего рядом с магазином, что, конечно же, довольно удобно. Но так происходит отнюдь не всегда. Иногда он появляется черти знает где. А это наша генераторная. Как видишь, у нас здесь внизу автомат по созданию или обмену патронов. Но он работает не так, как мне хотелось бы, поэтому пользуюсь я им крайне редко. Но приходится. А здесь наш ветряк. В целом, это, пожалуй, самое заметное из всего, что у меня есть на базе. Как видишь, само здание мне пришлось довольно сильно поднять. Все дело в том, что оно как-никак находится на горе. И тут рядом довольно высокие камни. Поэтому нам пришлось поднять его где-то на половину клетки посередине. Но получилось, как по мне, очень даже прикольно. И главное, функционирует как надо. Что ж, и мы подходим к нашему жилому дому. Ну и, конечно же, саду или ферме. Здесь я больше пытался работать с разной высотой фундамента. И, как по мне, получилось очень даже неплохо. Потому что, как видишь, у нас высота фундамента ровно получилась на высоту забора. И это выглядит довольно классно. Но пошли в сам дом. Как я и говорил, кухней и, в принципе, самим жилым помещением на этот раз я занимался сам. Поэтому получилось, если честно, довольно скудно. Ну, что ж, надо же как-то руку набивать. Как видите, со стороны лестницы я использовал двойные стены. Это довольно легко и удобно. Я позже покажу, как это именно делается. И, если честно, я думал сделать и на втором этаже их тоже. Ну, в смысле, оградить лестницу. Но после подумал, что будет лучше, если сделаю все-таки невысокие стены на втором этаже. И это будет как такой мини-чердак а-ля живое помещение. Ну, в любом случае, мне нравится, как это выглядит. И это, наверное, самое главное. Что ж, и давайте я вам покажу, как делаются двойные стены. Все, что нам нужно, это две клетки фундамента. И после мы можем поставить дверной проем. И туда же впритык поставить стену, окно, либо еще один дверной проем. А после уже заменить на то, что вам хочется. На самом деле, это довольно легко, но все же позволяет делать довольно приятные жилые помещения. Ну, а я надеюсь, вы оценили мой домик на горе, и он вам хоть немножко, да, понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, если хотите больше подобных видео. Или, наоборот, меньше. В любом случае, спасибо, что смотрите. Пока-пока, до скорого. И да, берегите себя и своих близких.